шалом на прошлых занятиях мы проснулись проснулись и поняли много важных вещей мы поняли что каждый день то что мы проживаем мы проживаем по милости творца который нам возвращает душу каждый день каждый день заново и мы его за это искренне искренне благодарим как-то на днях мы говорили про беркота шахар и кто-то спросил если человек был эвет он был рабом как он скажет браху салю асани а ведь это такая утренняя браха баруха таа шем и лукен мелеха улям салю асани а ведь что мне не сделал рабом хотя он был рабом он вышел на свободу как он может может такое сказать такую браху и этот вопрос услышал такой дорогой еврей раф зев гер шин зон некоторые его знают из тулот и шерун и он сразу сказал конечно может потому что сегодня он проснулся сегодня он не раб то есть каждый день заново да каждый день мы начинаем заново это мы благодарим вообще на ближайших занятиях будем говорить про беркота шахар и общих знаменатель в том что мы благодарим творца за разные разные вещи и для того чтобы поблагодарить нужно на самом деле ценить то что у нас есть если мы не ценю как можно благодарить на оценить любые мелочи то что у нас есть хотя эти мелочи они вовсе не мелочи мы сейчас начнем разбираться конкретно во всех беркота шахар так мы говорим моды аннили фанэйхо мэле хайвэ кайям шеякзарта бин нишмаси бэхэмла раба ему нас их раба ему нас их и сказали что это раба ему нас их и мы подразумеваем что вера творца в нас велика и мы ему тоже верны и с этим приглашением мы начинаем утро мы начнем утро с того что мы понимаем что так нас верит дает нам шанс скатитесь хорошая хорошая начало дня мы его называем мельхай века ям мелиха хай века ям то есть буквально как будто мы просыпаемся и нас так нежно трогать за плечу будет сам царь строгий добрый царь сейчас мы не понимаем что такое царь это нас нам кажется какой-то такой герой из сказок на самом деле это царь это кто-то кто-то очень властный кто может все каждый может представить по своим понятиям кого-то да кого он уважает боится какого-то важного человека так он сам нас будет мельхай века ям почему будем хай века ям это как бы повторение хай и живой до хай хай века ям переводит живой и существующий хай века ям дело в том что вообще все вещи в мире они делятся на две категории есть вещи живые живые организмы разные они могут расти не могу даже летать птицы летают они могут строить могут разрушать да они могут даже убивать могут лечить они могут почти все допустим люди они очень сильные это живые организм но их существование таких организм живых оно очень очень ограничено то есть его живой организм он рано или поздно он закончил заканчивать свое существование с другой стороны с другие вещи в мире они существуют но они не живые камни кости земля все эти вещи они очень долго существует время кого-то вообще не касается их не интересует время как будто постоянно существует но они не живые да нет ничего такого что живет и существует долго есть только один один такой мелех хай века ям по что мы говорим царь хай века ям он он и живой и существующий сущий всегда что такое хай мы не можем понять что такое его жизнь для нас только мелех хай трудно понять мы понимаем что он давляет на этот мир и общий для нас вот в этом мире он находится и мы тоже находимся это общий для нас мир может он где-то еще там находится до нас меньше интересует мы живем с ним здесь в этом мире он как на самом деле как царь мель хай века ям у него есть посланники называются мало хим малах малах ангел малах считается что всегда у человека эти два ангела которые находятся около за рядом с ним два ангела минимум когда человек идет допустим в туалет он говорит им как бы методу что чтобы не подождали его сейчас он зайдет просто не внутренне заходит они заходят с ним в туалет он выходит и снова два ангела это касается бархья ширья цар вот этого дойдем и этого царя мы верим да и могу что раба ему на тихо раба ему на тихо ему на похоже на слово и мет метода правда то есть это что-то что существует на самом деле это ему на мы привыкли что по русским словам вера как бы ему на вера да это такое абстрактное необязательное не верить это не так не верите ему на мы сказали это похоже на слово и мет и мы переводили в прошлом уроке что ему на это битах он так раши говорит ему на это битах он а битах он корень бет тет хет бетах батуах да точно уверенно уверенно то есть ему на это что-то уверенно я была такая история как один рэйб спросил своих хасидов скажите вы вы люди верующие вы верите да вы верите верите в бога хасиды сказали ну рэйби ну конечно конечно мы верим рэйби говорит а я не верю а как так рэйби что такое как такое может быть как вы не верите вы что он горит да я не верю так как как в ambiente он поверьте что это что это стол верите что этот стол мы все сказали научит верьте что это стол ну да мы же видим до этого столом и знаем что это 100 психолог или веритель не верить это самая я знаю что есть бог и то что я верю в него я не верю я знаю я знаю что он есть как это такая такая м у на на а я и вас прошу уверiti ватам и а там ааньку хак ну конечно физики, говорят, что есть, значит, есть атомы. Мы их не видели, не видели, их не увидим, их нежело видеть. Мы как-то их верим. Это такая вера. В эту веру всё подстраивается, всё подходит под неё, всё получается очень складно. И поэтому мы считаем, что так это и есть, нитроны, электроны, протоны. Конечно, конечно, конечно есть. Та самая вера. Мы этого не видим, но вот только это действует, мы можем понять, что это существует. То же самое Мельхайвик Айм. Его жизнь для нас скрыта. Но как он действует на этот мир, так мы можем узнать о его существовании. Это очень важно понять и усвоить, что самого его мы не видим. Когда мы говорим, мы всегда говорим, что мы его не видим. Мы можем его распознать, познать с помощью его влияния на этот мир. Только надо уметь правильно смотреть. Теперь мы сказали мудэ ани. Можно долго про это говорить. Я считаю, что это очень важные строки. Важно это очень утром говорить, запомнить наизусть, как я сказал. Был такой Рави Хескель Абрамский. Очень известный Равин. Он жил и в Москве, и в Ленинграде, в Белоруссии жил. Потом он был в Израиле. Жил в Иерусалиме, Байтваган. И он рассказывал, что когда он попал в Сибирь, у него не было ничего, ни тфелина, ни седура, ни гмары, не было там меня. Вообще ничего не было. Не было ничего. Не было ничего. Так он проснулся утром и не мог понять, ну что теперь, как он может жить. Гурнич, ничего нет у него. Что делать? И он сказал ему, да, нилифанэйха, мельхай векайям, шейхзарта бинишмасиби химла, рабаймунасэхэ. Он понял, что то, что у него есть, это что-то очень небольшое. Рабаймунасэх, у него есть имуна. Это что-то очень большое, грандиозное. Рабаймунасэхэ. Он думал, я буду работать над своей верой. Всегда можно это улучшать. Всегда можно больше веры улучшать. Там было холодно, в Сибири было холодно. Знаете, снег. А на снег ставили к босиком, в рубашке. Очень многие просто умерли от холода. Теперь написано, написано, написано в Гмарье, что «Аколь байдэй шамайм». «Аколь байдэй шамайм». Все в руках небес. «Аколь байдэй шамайм». Дальше знают некоторые. Хуцмират шамайм. Есть такое выражение. Но есть еще другое выражение. «Аколь байдэй шамайм, хуцмират шамайм». Цениму пахим. «Аколь байдэй шамайм, хуцмират шамайм». Ценима слово цунэн. Холод. Пахим – это жара. То есть, правильно, «Аколь байдэй шамайм». Все в руках небес. Но когда тебе холодно, будь добр, позаботься о том, чтобы тебе не было холодно. Оденься. Держи ноги в тепле, шарфик одень. Когда тебе жарко, тоже надо не перегреться под солнцем. Поэтому мы не можем сказать, что я буду себе как хочу, мне мое здоровье безразлично. Ашем я азор. Бог мне поможет. Нет, мы даже сами следим за своим здоровьем. Таксалар Абрамский, он говорил с Ашемом, например, «Смотри, говорит, написано, аколь байдэй шамайм, ахуцмират шамайм, хуцмират шамайм. Но здесь я не могу одеться, мне нечего одеть. Поэтому я за это не ответственный. Поэтому это снова переходит к тебе. Теперь ты снова за это ответственный. Будет добр сделать так, чтобы я тут не заболел. И в самом деле он там жил года три в Сибири и ни разу не болел. Хотя был очень таким, то, что называется, истинист. В детстве его там даже в вату окутывали, чтобы он не замерз. То есть он был таким очень прихорливым. Но там ни разу не заболел. Потому что раба и монотеха он верил, что так Ашем взял на себя и ответственный за его здоровье. Раба и монотеха. Заметим, что мы не говорим они мудэ. Я благодарен. Мы говорим мудэ они. То есть сначала мудэ, потом они. Хотя, казалось бы, логично сказать, как и мы обычно говорим, я благодарю. Не благодарю я. Или я признаюсь. Не признаюсь я. Сначала я, они, и дальше что я. Тут наоборот, мудэ они. Почему это так? Если бы мы сказали сразу, с утра, первое слово наше было бы они, я. То есть встал человек и сразу я. Я. Ну, на этом бы все и закончилось. То есть если человек сразу говорит я, если все начинается с я, дальше можно и продолжать. Как говорится, я последняя буква в алфавите. можно дальше и дальше не якать. Поэтому мы сначала говорим мудэ, сначала обращение к Творцу, сначала признание, благодарность. Только потом на втором месте уже иду я. Мудэ они, 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 они мудэ. Потому что наше я, это всего лишь, мы говорили, часть от большого я, это называется анохи. Нужно эту вещь почувствовать, понять. Дети этого не понимают, дети у них первое место, я, 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 я. Но мы постепенно взрослеем, да, наше я, но должно быть, как бы, происходить какие-то изменения в понимании своего я. Потом мы омыли руки. Надо заметить, что омывание рук перед едой, перед хлебом, оно не так, как мы показывали, поочередно, а перед хлебом сразу на одну руку подряд и на другую руку подряд и наливаем воду, а не поочередно, как это мы делаем утром. Это снимает Тума. Был такой раввин, был главный раввин Иерусалима, Равсалант, Шмуль-Салант. Он говорил так, он говорил, интересно, смешно, он говорил, что может Миква сделать с неевреем? Еврея. Если человек, кто нееврея, он допускает в Микву, проходит Гиюр, и он становится евреем. Опускание, откуда не в Микву, это одна из стадий при проходении Гиюра. Так если Миква может сделать из нееврея еврея, что может Миква сделать с евреем? То есть человек уже еврей, он допускается в Микву, он снимает с себя нечистоту, так это поднимается еще все выше и выше. Насколько важно это Миква и то, что мы говорим, начинайте Дайм, это тоже самый смысл очистения. То есть сейчас мы начинаем все бархат избирать. У всех бархат начало, но одинаковое. А вот дальше уже идет по смыслу. Я скажу барху на воду, амен не говорите. Послушаем один раз, как говорится бархат на самом деле, а потом я буду говорить просто Ашем или Кейну, а не полный барху. Сейчас говорю барху полностью, как говорится. Барух. Сказали барух. Начинаем разбирать бархот. Сказали барух. Что такое барух? Это слово бараха. Барха это благословение, благо. Баруха это источник всего блага. Мы обращаемся к Ашему, мы говорим барухата. Ты источник всего блага. Я тебя благодарю за и так далее. То есть барухата подразумевает обращение к источнику блага и благодарность за благо, которое он дает нам. Барухата. Заметим, что все барахоот они построены немножко интересно, даже странно. Они начинаются со второго лица ты, барухата, и потом переходят на третье лицо он. Например, Биргота Ашир Яцар. Барухата Ашем. Ашир Яцар. Яцар это он создал. То есть ты благословен, источник всего. Потом говорим Ашир Яцар, который создал. Ашир Яцар. Яцар это он создал. И так это всегда. Переходит на третье лицо. Надо понять, почему так построили, почему так построено. Дело в том, что мы сказали, что Ашем он проявляется в этом мире своими действиями. мы его самой не видим. Если мы это поймем, то нам это послужит пониманием построения брахи. То есть сначала мы к нему обращаемся. Мы видим весь этот мир, что тут он его створил Ашем. Мы хотим его поблагодарить. Мы говорим Барухата Ашем. И дальше идет имя. Имя Творца. Но потом мы понимаем, что мы не можем обращаться к нему на ты. Потому что это имя Ютки-Вавки Ютки-Вавки это как раз имя, которое показывает на скрытую сущность Творца, которую мы не видим. Поэтому мы не можем обратиться к Барухата о Ашем. А на самом деле он скрыт. Мы его не можем полностью по-тичью видеть. Поэтому переходим на третье лицо. Потому что мы понимаем, что на ты разговор дальше идти просто не может. Мы переходим в третье лицо. Но сначала обращение на ты. Мы говорим Афину, Малкену, Ты наш, Отец, Царь, все-все. Но потом переходим на третье лицо. Барухата Ашем. Элюкену Мелеха улям. Мелеха улям. То есть Элюкену это снова. Элюкену это уже наш. Элюким шелану. Элюкену. Мы это говорили. Ну добавляем ну, наш. Наш. Барухата Ашем. Элюкену. Наш. Ашем. Мелеха улям. А Мелеха улям это снова. Возвращаемся снова на Царь всего мира. Так еще опять наш или всего мира. Опять какое-то как бы несочетание. Барухата Ашем. Элюкену Мелеха улям. Как это понять? Ответ как это сочетается Мелеха улям. Мелеха всего мира. Вообще Мелеха всего. И он именно наш. Что тут наш? Израиль. Элюкену Мелеха. Мелеха. Ашем Израиля. Ответ на этот вопрос как это сочетается идет дальше. Ашер. Дальше обычно говорится Кидешану Бемитсвотав. Кидешану Бемитсвотав. И так далее. Кидешану Бемитсвотав важно понять. Кидешану Бемитсвотав. Кидешану Это Кидеш Отану Кидеш Слово Глагол Ликадеш Кадош Кидеш Отану Вместе Кидешану То есть эти окончания которые Анахну То что мы учили Оказывается она относится не только к существительным Не только к предлогам А также к глаголам Видите как здорово Вы учили всего 10 окончаний Теперь можем где-нибудь играться Или и глаголы и прилагательные Прилагательные И глаголы и существительные И предлоги Относить к какому-то лицу Кидешану Это Кидеш Отану Кидешану А Митсвотав Митсвот Это Митсвот То что Называется Заповеди Митсвотав Это Его Его Заповеди Да Ва показывает На Он Гу Кидешану Бемитсвотав Так что такое Кидешану Бемитсвотав Надо разобраться Что такое Кидешану Кадош 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 Обычный Могурный Святой Это не помогает Святой Это нам не помогает Этот перевод Кадош На самом деле Означает Особенный Обособленный Отстраненный Кадош Как например Шаббат 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 Кадош Это святой день По-русски Это святой день Шаббат Это Шаббат Кадош То есть он Отделен от всех Дней Он не похож на другие Дни Он особенный Шаббат Это что-то особенное Шаббат Храм Это тоже место Особенное Не может каждый Войти внутрь храма Это тоже Маком Кадош Святое место Маком Кадош Место особенное Обособленное Весь Израиль Это Маком Кадош Это святая земля Это особенная земля Тут есть Особенное Что-то особенное В Израиле Это не как все земли Тоже Когда Мужчина Женится Он что делает Он делает Кидушим Он как бы Делает Схупа Кидушим Что такое Кидушим Он берет Себя жену Он эту женщину Он от всех Остальных Отделяет Теперь она Его жена И только его Женщина Может быть женой Несколько Мужчин Такое просто Невозможно Иначе она Не считается Микудеши По определению Жена Микудеши Это женщина Которая относится Только К одному Мужчине Таких еще Много есть примеров Где слово Кадош Видно Что это Отделенный Допустим Вот мы сейчас Читали Дарю Тору На горе Синай И написано Что Это Гар Синай Гора Это была Святая гора Написано Гар Синай Это Обсобенная Гора Именно Она была Выбрана Для Тору Тору И написано Что это Кадош Это Гора Она Кадош И так далее Если вы будете Встречать Эти слова Кадош Вы все время Видите Что это Связано С понятием Отделенный Да Так Если Он Такой Отделенный Да Если Он Такой Отделенный То Как бы Какая Связь Между Ним И Нами Он Он Кадош Что Тоже Кадош Мораль Испрак Он Объясняет Это Очень Интересно В понятии Кадош Давайте Разберемся По примеру Морали На его Примере Он Показывает Так Допустим У нас Есть Два Шарика Видите Два Шарика Если Я Один Отделю Я Отделил Вот Это Да Допустим Я Вот Отделил Вот Я Решил Отделить Я Кладу Сюда Теперь Он Отделенный Но Это Тоже Отделено В Такой Ж Степени То Есть Они Как Б Равны Хотя Я Отделил Этот Шарик Тоже Отделен Так Уже Как И Он То есть Нет Из них Никого Отделенного Если У меня Было Три Шарика Три Шарика Видите Три Шарика Тут Три Я Беру Один Его Отделяю О Теперь Он На самом деле Отделенный Да Он Теперь Отделенный Он Особенный Он В сторонке Ну Что Я Ставлю К нему Еще Один Шарик Теперь Это Тоже Два Шарика Так Он Он Перестал Быть Особенным 2 И 2 Они Равны Да Снова То есть Поняли Да Я могу Так Дальше Продолжать Три Шарика Четыре Опять Шарика Не важно Могут Поставить Шарик Другого Цвета Другого Размера Но В конце Концов Они Все Шарики Даже Кто-то Будет Очень Отделенный Где-то На Севере Где-то Бирилогию Медведя Не важно Все равно Он Шарик И он Чем-то Похож На Эти Он Не Такой Особенный Что На Семь Другой Особенный Вот Стол Стол Он Отличает От Шариков И Он На Семь Другой Особенный Правильно Вот Стол Особенный Ну Что Я Скажу Секрет Тут Рядышком Есть Еще Один Стол И Там Тоже Есть Еще Стол И Поэтому Оказывается Стол Тоже Не Такой Особенный И Вообще Какая Связь Между Столом Шариками Кроме Сил Притяжения Ничего Нет Ни 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 Сол С Стол Шарик Шарик Никакой Связи Знаете Кто Особенный На самом деле Я Я Самый Особенный Потому Я Могу Взять Все Шарики Я Не Похож Согласны Я Очень Особенный Я Не Шарик Не Вообще Шарик Не Шарик Ну Что Я Могу Взять Могу Ими Жонглировать Могу Положить Я С Ними Связан Не Как Стол С Ними Связан Я На них Не Похож Поэтому Я Самый Особенный Тут Сидит Сбок И Смеется Оказывается Он Думает Он Такой Же Как Я Я Уже Оказался Не Особенным А Сейчас Зайдет Скажет Дорогой Знаешь Что Подвинься И ты Шарики И стол Дома Будешь Шарики Катать Он Вообще Он Влияет И на Меня И на Шарики И на Стол И на Всю Эту Аппаратуру Он Самый Особенный Но Тоже Есть люди Похожи На Него Понимаете И так Дальше Пока Мы Не На Кого Кто На Сам Дели Очень Обособленный Именно За то Что Очень Обособленный Не Похож На Кого У Есть Возможность Плиять На Всех Понимаете Понимаем Понятие Адам Гадуль Понятие Адам Гадуль Большой Человек Гадуль Адор Глава Поколения Это Такие Люди Такие Рабаним Которые Они Являются Как Крышей Для Всех То Не Важно Какого Цвета В каком языке Ты Говоришь Все Можете Прийти Получить Совет Он Отличается От Всех Но Он Имеет Связь Со Всеми Обычно Люди В Тусуются Со Своими Украинцами Эти Москвичи Американцы Они Вообще Американцы И так далее Понимаете Французы Французы То есть Люди Как бы У них По природе Они Есть Свои Такие Культура Называется А большие Люди Они Ставят Выше Этого Чем Выше Чем Выше Тем Это Больше Прилежает К Понятию Кадош Такашем Он Сам Кадош Он Со Всеми Влияет Теперь Большому Счету Япония Что Все Шарики Есть Шарики С хвостом Шарики Бобики Там Бегают Шарик С хвостом Шарик С смартфоном Может быть С компьютером Это Неважно Все Шарики Ну Что Продолжим Этот Пример Морали Если Был Такой Шарик Который Все Ремен Был По Своему Желанию То Что Я От Него Хочу Утром Проносил Мне Продное Молоко Свежий Хлеб Он С удовольствием Что От него Хочу Такого Шарика Я бы Очень Любил Никому Не Отдал Я бы Оценил Он Был Как Будто Частью Меня Также Мы Говорим Про Ашема Кидешан Бо Митцвутав Он Хочет Чтобы Мы Были Как Он Тоже Святые Другой Степени Но Близко К Нему Поэтому Он Нас С помощью Митцвот Кидеш Как Это Работает Как Можно Ликадеш С помощью Митцвот Кидешан Бо Митцвутав Мы Отделяемся С помощью Митцвот Кидешан Бо Митцвутав Мы Встречаем Это В Криятшма В Криятшма В конце Есть Парашат Цитцит Там Сказано Леман Тизкиру Васитем Это Коль Митцвутав Ветем Кдушим Лейлокихем Да То есть Аститем Коль Митцвутав Делайте Митцвот Делайте Митцвот И тогда Ветем Кдушим Лейлокихем Будете Святыми Кдушим Лейлокихем Да К Богу Вашему То есть Написано Прямым Текстом Что Чтобы быть Кадош Нужно Делать Митцвот Кто Кто Делает Митцвот Он Приближается К Душа Душа Шелашем Это Избранность Это Избранность Она подчеркивается Также В Биркота Тора Мы начали На прошлой Орке Обсуждать Сейчас Продолжим То есть Там тоже Это Подчеркивается Что С помощью Тора Бахар Бану Натан Лану Это Тора Это Лему Тора Это Митцва Теса Мы Продвижаемся К Ашему Надо Только Заметить Вообще Почему Мы Утром Говорим Биркота Тора Мы Сказали Что Что Можно Было С кем Объединяться Какими-то Хидошей Тора Сказать Аллаху Спросить Вопрос По Торе По Аллахе Надо Сказать Биркота Тора Но Если Человек Знает Что Он Не Собирается Не Учиться С Разговаривать Он Идет Зачем Нужно Говорить Биркота Тора Вопрос И На самом Деле Если Человек Сказал Биркота Тора Ничего Страшного Не Случилось Человек Встал Забыл Сказать Биркота Тора Ничего Страшного Можно Помолиться Потом Сказать Биркота Тора Перед Учебой Нормально Вполне Нормально Ну Что Написаны В Сидуре Биркота Тора Они Написаны Сам Бу Тора Сразу Это из-за того Что часть молитв Составляют Курбанот 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 Это жертвоприношение Мы это читаем Курбанот Это часть молитвы Вообще Вся молитва Все наши молитвы Не только одно Все молитвы Утром Днем Шаббат То что Шаббат Это дополнительная молитва Там упоминается Что в Шаббат Было дополнительное Жертвоприношение Поэтому Из-за того что было дополнительное средоприношение, мы говорим еще одну молитву. То есть молитвы, они сделаны в соответствии с курбанод. Поэтому очень важно говорить курбанод утром, это часть молитвы. Считается, что молитвы делятся на разные части, мы это будем еще проходить, я надеюсь. Одна из честных курбанод. Теперь курбанод, мы не приносим их, потому что нет храма. Мы читаем отрывки из Торы, отрывки из Мишны, отрывки из Мары, которые говорят про курбанод. И считается, что тот, кто это читает, он как будто киилу. Киилу, на самом деле, принес жертву. Как-то спросили у Бриски Рав, Равина, Бриски Рав, спросили у него, сколько важно утром читать курбанод. Что он может сказать? Он знает, что многие этого не делают. Он сказал как-то так невнятно, что он вообще не уверен, что без курбанод молитвы засчитывается. Тихонечко это сказал. Это очень важно делать курбанод, их читать, как будто приносить. Но для этого надо сказать Беркота Тора. Потому что без Беркота Тора мы не можем сказать, потому что это отрывки Тора, мы как будто учимся. То есть мы не можем принести жертву, но что мы учим об этом, как жертва приносится, и тем самым как будто ее приносим. Так это учеба. Что надо сказать Беркота Тора? Поэтому мы говорим утром Беркота Тора. Вообще все, что мы сказали, все эти митцвот, то, что мы помнили, напомнили. Все митцвот это ведь, это что-то мы делаем, да? Большинство митцвот это надо что-то делать, да? Там ферин нужно навязывать, руки нужно отмывать, арваминим. Это связано с действием. Это называется осия. И крубанод это тоже действие. То есть все те, кто говорят, что я верю, но я верю в сиротца, но это никак не выражается действиями. Это очень теистичная такая, теистичная вера. Нужно как-то выразить действием, чтобы на самом деле лид кадеш. Интересно, что это слово осия, это гематрия шхина. Шхина это божественное присутствие. То есть если человек хочет почувствовать себя близко к шхине, вы видите сейчас на экране, шхина. Шхина это равно осия. То есть надо понять, что именно осия, именно действие, оно нас приближает к шхина. То есть не просто какие-то такие абстрактные, какие-то такие мысли. Это тоже, но необходима именно осия. Теперь я хочу объяснить еще раз немножко поподробнее по поводу осия шххина. Это гематрия. Сейчас мы увидим это на экране. Осия шххина. Видите? Теперь обычно как бы относится к гематрии. Гематрия это числовое значение букв. Мы относимся как будто что-то такое необязательное. Ну хорошо, гематрия там, циферки, буковки, как будто какая-то игра. Как будто игра. Но надо понять, что это не игра. Это самое сильное есть святой язык. Что такое язык? Язык это набор букв. Это набор букв. Теперь если у нас есть слова, которые состоят из одних букв, одинаковые буквы. Два слова, а не буквы одинаковые. Или одинаковые частичные. Значит есть какая-то связь между ними. И в этом помогает гематрия. То есть смотрите, как в математике. Мы как бы убираем общие цифры, общие земляти, общие цифры. Мы их убираем. Видите, да? То есть шин, шин, ют, ют, хей, хей. Это все общие буквы. Мы как бы их можем сейчас убрать, потому что они общие. Что остается? Остается айн с одной стороны и кафн с другой стороны. Айн по гематрии 70, хав 20, нун 50, тоже 70, да? Каф плюс нун получается айн. То есть мы вне этот намек, вот прямо на прямой намек, что это как бы одно, одно и то же. То есть слова очень близкие. А сия равно шхина. Итак, любая гематрия, когда он говорит гематрии, вот сейчас переводится гематрия, паршаним их приводит. Надо понять, что это не просто какая-то игра, а именно передается смысл, глубокий смысл слова с помощью гематрии. Теперь мы сейчас разберем подробнее Беркота Тора, которую мы упомянули. Давайте посмотрим на следующий слайд и разберем Беркота Тора. Вот перед нами третья браха из трех Беркота Тора. Первые две мы уже разобрали. Теперь третья, она особенно важна, потому что ее говорят также при поднятии к Тори. Мужчины, когда в синагоге поднимают к Тори, шениха, миши, по субботам, по праздникам, он говорит именно эту браху. Поэтому, опять-таки, лучше запомнить наизусть, чтобы не оплошать, когда Тори вызывают. Хотя обычно написано где-то там, где-нибудь, около Тора, на ее обычно пишут. Такая браха. Беркота Та Ашем, элу кену мелеха улям, ашер бахар бано миколе амим, вена сан лану эс Тора Сой, баркота Та Ашем, но сену Тойро. Тут выделены некоторые слова. Значит, зеленым цветом выделены глаголы. Бахар, Натан и Нутен. Бахар, Натан – это два глагола в прошедшем времени. Это он третье лицо. Бахар выбрал, Натан дал и Нутен – это настоящее время. Так это обычно работает. Обычные глаголы, они в прошедшем времени, они вот из трех букв, звуком А, это ПААЛЬ, БААХАР, НАТАН, КАТАВ и так далее. А в настоящем времени добавляется О, добавляется ВАВ. НО, ТЕН, БОХЕР, КОТЕВ. Кроме этого, окончания выделены. ЭЛОКЕЙ, НУ – это окончание к слову ЭЛОКИМ. БАНУ – это окончание к предлогу Б. БАХАР БАНУ. Просто глагол БАХАР, он все время идет с предлогом Б. Это мы говорили, что очень важно, когда учишь ибрит, учите глаголы с предлогами. ЛИВХОР Б. Выбирать БАХАР БАНУ. В этом случае. Потом НАТАН ЛАНУ, НАТАН ЛАНУ, Тоже ЛАНУ дал нам. Потом ТОРА СОЙ, ИВО ТОРУ, О, это он, ИВО ТОРУ. То есть, как обычно, правило, окончание не указывает на лицо. То, что мы уже знаем. Еще раз. БАРУХАТА АШЕМ ЭЛОКЕМУ МЕЛЕХОЛЯМ. Это обычное начало Брахот. Дальше АШЕР, АШЕР, это как бы КОТОРЫЙ, да, тоже часто встречается. АШЕР, КОТОРЫЙ. И дальше БАХАР БАНУ МЕКОЛЯ АМИН. Выбор нас и всех народов. БАХАР БАНУ МЕКОЛЯ АМИН. ЭЙ НАТАН ЛАНУ ЭТОРАТО. БАРУХАТА АШЕМ НЕТЕ НАТОРА. Тут можно спросить, почему именно нас он выбрал, БАХАР БАНУ. что мы самые умные? У нас самый большой потенциал, лучше ИТОРУ, что ли? Это не так, потому что мы видим из примера с ИТРО, что именно ИТРО, который не был евреем, именно он дал совет МОШЕР АБЕЙНУ, как правильно судить народ. То есть мы видим, что смекалка и ум, и находчивость есть не только у евреев, поэтому это не из-за того, что нас выбрали. А из-за чего нас выбрали? Это пишет ОРХАЙ МАКОДОШ. Написано, что это из-за любви к нашим праотцам. Кстати, мы сказали ОРХАЙ МАКОДОШ, видите? Сказали Кадош. Почему Кадош? То, что мы говорили, что раввин очень большой, и он ко всем, ко всем, ко всем, как бы имеет отношения, мы говорим Кадош. Как это? Это уже говорят Раши и Акадош. То есть все читают Раши, неважно, Ашкин Азиз, Фараде, неважно. На Раши все полагаются. Все полагаются на Раши. Поэтому Раши и Акадош. ОРХАЙМ, хотя он жил в Африке, но он мог быть раввином большим того, который жил на Украине, там, где-то там. То есть даже расстояние не помешало быть ему таким большим раввином. Поэтому мы говорим Кадош. Это еще, например, понятие Кадош. Обычно барахот, они начинаются с барахота. Тоже и в конце есть барахота. Да, мы еще про это будем говорить. Теперь мы перейдем к остальным барахот. Остальные Биркотта Шахар. Остальные Биркотта Шахар. И первая бараха, она очень интересная. Очень интересная бараха. Написано так. Ну, тут как бы все понятно, да? Кроме слова сихви и бина или авхин, ну, мы знаем, йом ва лайла, да? Биньом ва лайла. Теперь сихви. Вот у меня написан перевод. Написано петуху. Но натан лисихви. Это то, что мы только что говорили. Натан это тора то, да? Дал тору свою. Натан это тора то. А тут натан лисихви. Тоже натан это дал. Это слово очень легко запомнить. Есть такое имя Натан. Так вы запомните, что Натан дал, да? Натан дал. Натан, Натан. Так вы знаете, что Натан это дал. Если вы хотите запомнить слово помнить, то есть такое имя Захар, да? Захар, Захар. Захар помнил. Захар, Захар. И так далее. Можете сами себе придумывать такие разные намеки, как слова. Есть такая целая система. Я эту систему не люблю. Но целая система, как слова запоминать по ассоциациям. То есть есть какую-то ассоциацию, в которой к тебе близка. так-то слово запоминаешь. Мне кажется, это путает, но есть в этом что-то, так Натан, Натан, Захар, Захар. Натан ля сихви, Натан ле, это предлог кому, сихви, написано петуху. В самом деле упоминается сихви, да, как петух, это упоминается в Танахи. Теперь у этого сихви есть, оказывается, бина, разум, ля, вхин, бинам, бай, ля, ля, отделять день от ночи. Смотрите, я хочу сказать очень важную вещь, которую люди про не думают. Когда спрашиваю, люди даже не понимают, что я спрашиваю. Смотрите, сколько есть птиц в мире? Есть множество птиц, очень много птиц, видов птиц, да. Кто из них сильно кукарекает или сильно так поет, чтобы было слышно за два километра? Петуха слышно за два километра. Голос у него такой, то есть на самом деле будет. Таких птиц немного, да. И всех этих птиц, именно вот петух, наша домашняя птица, да, именно она кукарекает. Теперь это же птичка, которая кукарекает, она нам дает яйца, которые мы очень любим и без них почти не можем жить. Сколько яиц уходит каждый день, прикиньте, сколько яиц уходит каждый день? Трудно себе представить. Все построено на яйцах, когда все готовятся, да, тесто, все, все, везде идут яйца. Такие яйца, такие яйца, ну, вы сами понимаете, да. Яйца это продукт первой необходимости. Это даже закон, что нельзя на него цену повышать, потому что это минимальное, это минимум. Без яиц жить нельзя, да, молоко, яйца без этого не прожить. И сама эта курица, сама эта курица, она так построена, как будто специально для субботнего стола. Там, да, такие ножки, такие, да, крылышки можно сделать, из них это на мангал, белое мясо можно из этого сделать, супчик из костей. То есть вся эта птица, да, полностью этот петух, он тоже как будто именно для нас. Он нас будит утром, и мы его очень любим кушать, и несет яйца. То есть какая вероятность, что все эти качества, они сложатся именно в одной птице. Понимаете? Это то, что называется, что-то невероятное, да, как такое может быть? Ну, Ашем сделал так, что он знает, что еврей может без курицы, любит курицу покушать. Нужно еврея будить утром на молитву, правильно? Поэтому нам сделать такую птицу создали, петушок, который нас будет. Нам трудно это понять, как это у нас будет. У нас есть часы, да, будильник. Но раньше все было по-другому, да, надо просто представить. Раньше надо было работать с утра, с зари, чтобы успеть сделать все, было много работы. А еще евреи должны помолиться. Пока помолишься, пока туда-сюда, уже день пошел, да, надо встать рано. То есть обычно самое раннее время молиться, это когда только рассвет. Рассвет, еврей может встать и начать амеда, шмунайсер. До этого нужно сказать креатшма, беркота шахар, то, что мы сейчас учим, беркота тура. То есть давайте прикинем, если, допустим, рассвет в пол шестого, как такое бывает, то есть в пять нужно быть уже в синагоге. То есть нужно где-то в четыре встать, чтобы успеть там печку растопить для домашних, кому в миг уходить туда-сюда. Да, нужно встать четыре часа примерно. А еще люди хотят поучиться, потому что вечером уже не поучишься, вечером такой уставший, что уже нет силы учиться. Некоторые сейчас встают еще раньше, чтобы успеть поучиться. То есть надо встать рано ночью. Как это сделать? Это не просто, это трудно встать так рано. Если проспал, ух, проспал, прошел миньян, корову не подоил, кучу проблем. Поэтому дали нам петушка такого. Этот петушок, откуда он знает, сколько времени? Скажите, ну что такого? Он пошел спать рано, да? В пять часов он заснул уже, кемаре там уже сидит, куриный сон, все, уже спит. Так он уже выспался и начинает орать. Но японцы провели такой опыт. Они посадили петухов в закрытые помещения и сделали им постоянно день или постоянно ночь. То есть они не видят время суток. У них все время ночь, но очень темно, но очень-очень, но очень-очень. Потом все время день, 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 а всю неделю день. Все интересно, их-то не смутило. Они продавали как часы, постоянно кукарекать. Именно когда внаружи было... То есть это еще до восхода. Они поют кукарекать до восхода. Это ученые изучают, как они это знают, когда кукарекать. Непонятно. То, что мы говорим, это бина. Натанлиссихви бина ля апхин бьям вэлайла. То есть у него есть какой-то такой внутренний механизм, который называется бина. И он расподразделяет между днем и ночью. Но что? На самом деле есть еще другой перевод слова сихви. Сихви переводится еще как и сердце. Переводится как сердце. В наших источниках это написано так. Например, пишет Рош. Он пишет так. А лев некра сихви. Сердце называется сихви. Белошона микра. Написано в книге Ийов. Миннатанлиссихви бина. Пасукиц книги Ийов. То есть в Танахе сихви это лев. Я до этого сказал, что в Танахе сихви это тернукль. Я ошибся. В Танахе сихви это лев. И сердце это то, что понимает, как разделить между днем и ночью. Вообще, даже человек сам, без петуха, если он скажет себе, что я хочу встать завтра в 6 утра, он встанет. Как это работает, мы не понимаем. У нас в семье это практикуется. Все это знают, что можно встать без будильника. То есть это не зависит от какого это интеллекта. То есть это не находится здесь. Это что-то другое. Поэтому мы говорим лев. Лев, сердце. Как бы сердцем чувствует и чувствует, когда нужно встать. У человека есть такое качество вставать еще до восхода солнца. И поэтому мы говорим, что лев. Поэтому сихви это также лев, и он может подразделять. Мы говорим про ху на тернеголе. Тут написано петух. Рош так объясняет, что в Танахе сихви это сердце. Умепнеша тернеголь. Мивин гамкен. То есть тернеголь тоже понимает. Не только с человека понимает. Но и тернеголь понимает. Уметь разделять между ночью и днем. И его называют цихви. Тернеголь это цихви. Петух это цихви. Поэтому эту браху. И откину браха, когда мы слышим крик петуха. То есть по идее изначально написано, что когда человек слышит крик петуха, он должен сказать браху. Если мы не слышим крик петуха, браха уже есть. Но все равно ее говорим. И эта браха, она как будто благодарность. Благодарность за то, что нам дали вот этот вот лев такую возможность подразделять между днем и ночью. Нам дали тоже петушка, который так красиво поет и нас будет. Это первая браха. Еще раз. Бина, это прямо видно из самого слова. Бина, да. Это что-то, бен это между, да. Поэтому мы вин, когда я понимаю, а не мы вин. Что значит я понимаю, а не мы вин. Значит я понимаю подразделять между разными вещами. Это еще одно объяснение этой брахи, что вообще любое наше понимание, то, что мы постигаем, понимаем, оно связано с нашей возможностью классифицировать вещи. То есть мы можем вещи как-то по группам разбить, да, как-то это так, это не так, разделить вещи. Это начало любого понимания. Если у человека все было субурно в одну кучу, он нечего мог разобраться и ничего мог понять. Поэтому это браха, она сам в утро. О, мы что-то разбираемся. Ночь, день, да. Дальше. Плохо, хорошо. Это высшая степень понимания. Но начало начинается в том, что мы подразделяем. Дальше есть брахаот. Которые почему-то все отрицательны. То есть шиле-асани, то, что ты меня не сделал. Ты меня не сделал неевреем, ты меня не сделал рабом, ты меня не сделал женщиной. То есть они все не-не-не. Почему бы не сказать конкретно, четко, да, кто я такой? Почему все говорят, я не еврей, я не раб, я не женщина? Ну а кто такой тогда, спрашивается вопрос. Чего так это построили? Написано. Два года. Два с половиной года. Два с половиной года. То есть ему это, ему это, самому человеку, это выгода или не выгода, да? То есть что лучше было бы, если человека не создавали то, что его создали? Что лучше? Спорили, 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 спорили. О чем спорили? Спорили о том, что с одной стороны жизнь хорошо и жизнь хороша. Поэтому, конечно, здорово, что мы нас создали. Но с другой стороны, в жизни много проблем и наша душа, ей тут тяжело. То, что интересно нам, иногда душе вообще-то не интересно. Поэтому лучше уже, чтобы душа сюда не спускалась в этот мир. Ей лучше там. Там она близко к Ашему, ей там хорошо. Так, может, лучше вообще, зачем все это встали человека, пустили его сюда, душу, тело, душа, для чего? Как бы, может, не стоило? Спорили, спорили, спорили. В конце концов пришли к заключению, что в самом деле лучше было бы, если бы человека не создавали. То есть душе было бы легче, если бы она в этот мир не спускалась. И было бы легче. Из-за того, что это так, из-за того, что было бы лучше, чтобы душа сюда не спускалась, поэтому мы не можем от имени души, да, с всей радостью благодарить. О, как здорово, что я здесь, я еврей, мужик свободный. Это здорово, но лучше было бы, если бы я был не здесь. Лучше бы я вообще здесь не был. Поэтому мы говорим все от отрицания, из-за того, что лучше было бы, чтобы меня не было. Но, коль я уже здесь, нас не спрашивали, нас сюда, в этот мир, в нашу душу спустили. Не спрашивали, спустили. Я здесь. Если я уже здесь, надо работать. Надо работать, надо что-то делать. Надо работать. Видите, снова видим намек. Берката Тура, да? Видите, на экране, Берката Тура. Это намек. Надо заработать. Надо научить Тору. Это само выскочило. Случайно, как будто, да? Нужно работать, нужно научить Тору. Бахарбан Миколави, на Танат Турасо. Баруха Та, Шем, но Тенна Тура. Но Тенна Тура. И поэтому, если я уже здесь, давайте посмотрим, что у меня есть. То есть, начнем от обратного. Баруха Шем, я не не еврей. Баруха Шем, я не раб. Баруха Шем, я не женщина. Сейчас поймем, почему все в этом хорошо, что я не женщина. То есть, мы говорим, кто я не. Баруха Шем, я не такой, не такой. И поэтому человек приходит к тому, кто он, да. Обратите внимание, что все эти отрицания, они относятся именно к митцвот. У нееврея есть меньше митцвот. У еврея есть больше митцвот. Слава Богу, что у меня есть много митцвот. Потом раб. Кто такой раб? Раб это не обязательно кто-то такой темнокожий, с кандалами, ходит цепями, гремит. Раб это, может быть, обычный человек, который работает на еврея. И он делает митцвот больше, чем любой другой человек, потому что он живет с евреем. Это еврейский раб. Но он делает митцвот меньше, чем у еврея. То есть, он на уровне как женщина. Так сначала мы идем по нарастающей. Сначала у меня есть больше, чем 7 митцвот. И даже больше митцвот, чем у раба. Но женщина, наверное, вообще лучше, чем у еврея. Но я даже не женщина, я чувствую, что у меня еще больше митцвот. Еще больше митцвот. То хорошо, ты скажешь, что Буру Хашеб, что они иудии. Они иудии, но Буру Хашеб они иудии. Дело в том, что это не само собой разумеется. То есть, если ты хочешь быть евреем, нужно работать. То, что тебя сделали, что ты не не еврей, Окей, так сделай, что ты будешь евреем. Ты не раб, окей, ты свободный. Ну, так в чем это выражается? Ты не женщина, опять-таки, в чем это выражается? Нужно вести так, чтобы быть не как женщина. Такой, знаете, Раваруш, он книгу написал в сад веры. Он допишет, что первое дело, он говорит всем мужчинам, которые будут жаловаться на своих женщин, он говорит, начни с того, что ты ведешь себя сам не как женщина. То есть, ты не будь женщиной, для начала, да? Веди себя как мужчина, потом можно будет разбираться дальше. То есть, ты не женщина, окей, так веди себя как мужчина. Поэтому мы начинаем все больше, больше, больше. И так наша благоданность, она все растет, растет, растет. И кто мы такие будем на самом деле, в плане положительном, это уже зависит от нас самих. Еще раз. Баруха таа шем лекен мельхау лям. Обычное начало. Ше ле асани гой. Ше ле. Что не сделало меня гой, гой. В этом случае мы говорим не еврей. А советую обязательно обзавестись си дуром, чтобы на уроках открывать, смотреть вместе со мной. Так будет намного легче. То есть, мы сейчас открыли на Биркота Шахар. Тоже откройте вы. И будем смотреть вместе по барахот. И так будем учить. Сейчас мы говорим второе бараха. Ше ле асани гой. Асани. Опять. Аса. Это сделал. Аса. Сделал. Асани. Сделал меня. Ше ле асани гой. Второе. Ше ле асани. Авет. Еще раз. Ше ле асани. Не сделал меня. Авет. Авет. Авет сказали. Это раб, который живет у еврея. И он живет меньше, чем мы, чем сам еврей. И дальше. Ше ле асани иша. Иша это женщина. А что женщины будут благословить? Они сказали. Ше асани ги ри цу но. Ше асани. Это что-то положительное. Ты сделал меня ки ри цу но. Как по твоему желанию. По воле твоей. Согласитесь, что это слышится лучше немножко. То есть это что-то положительное. Ты сделал меня как по своему желанию. Это слышится очень даже хорошо. Ше асани ки ри цу но. И женщина должна это понимать. Она сделана так, как хочет. Как хочется. Ше асани ки ри цу но. Я вам скажу такую. Майсы. Историю. По поводу того, что вот. Кто мы. Кем нас сделали. Ки ри цу но. Ле ки ри цу но. Кем мы хотим быть. Такая история. Сказочная такая. Про одного каменотеса. Это каменотес. Тяжело работал. И не был особенно богатым. Работал тяжело. И жил бедно. Каменотес. Как раз он проходил около дома. Какого-то такого создательного человека. Который работал ювелиром. Он ему позавидовал. Он говорит. Как здорово. Он работает с маленькими камушками. Я тут подсею. У него маленькие камушки. Такие красивенькие. Он ничего особенного такого не делает. И какой он богатый. Я тоже так хочу. Да. И он попросил Ашима Шима. Сделай так, чтобы он тоже ювелиром. Я тоже хочу быть ювелиром. Что тебе стоит? Ну пожалуйста. Мне надоело тяжело работать. Мне нужны деньги. Помоги мне. Я хочу быть ювелиром. И окус-покус. Да. Его сразу стал ювелиром. У него большой дом. И он разбогател. Сидит довольный. Довольный. Слышит на улице. Тебя трубы. Труп. Карета. Конь. Смотрит. О. Кто едет? Везут самого царя. Вау. Столько у него слуг. Такие роскошные кони. Такая карета позолоченная. Как здорово. Ох. Был бы я царем. Было бы еще лучше. И. И он был услышан. Он стал царем. Дошелся в Сидит в карете. В Сидит в карете. Довольный. Но было жарко. Солнце печет. Прямо на голову. Открыто было. Открыто. Печет. Он. Ай. Ну. Говорит. Ну. Я попал. Хотел бы царя тут стеру. Все на меня смотрят. Мучаюсь. Жара. Потею. Не могу стать из мантии. Я же царь. Что такое? Зачем мне это надо было? Лучше бы я был сел дома. Или еще лучше. Я был с солнцем. Вот я буду солнцем. Мне не будет. Я буду на всех светить. Буду выше всех. Начал думать. О. Стал солнцем. Сидит в стол. Солнце. Довольный. Светится как солнце. До всех. 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 Игреет. Ах. Пришла огромная туча. И закрыло все это солнце. И пошел дождь. И солнца вообще не видно. Все забыли про солнце. Он думает. Ну. Ну. И что я здесь сижу как солнце. Лучше бы был тучей уже. Да. Я бы кусал солнце закрыть. Подумал. Встал тучей. Обожаю. Такая тучная туча. Закрывает солнце. Ах. Больше всех. Ну. Думает. А сейчас мне хорошо. Вот сейчас я всемогущий. Ты чувствуешь, что сзади его кто-то толкает. Ой. Ничего. Все такой. Там ветер у него дует. Дует ветер. У-у-у-у. Подвинься, дорогой. Ничего себе. Ветер меня вздвинул. Да. Ветер он сильнее, чем туча. Думает. Надо было бы лучше. Я попросил дуть ветром. Подумал. Стал ветром. Дует. На север, на юг. Везде. Ветер гуляет. Свободный. Нет ему помехи. Все может сдвинуть. Да. Цунами. Все, что хочешь. Ну что. Видел какой-то большой камень. Такую глыбу. Такую скалу. Думаю. Сейчас я ее сдвину. Дует. 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 Эта глыба стоит. Двигаться не собирается. Говорит. Ничего себе. Здесь кто-то, кто как бы сильнее меня. Я не могу это сдвинуть. Ничего. Вот камень, он сильнее, чем ветер получается. Получается так. Лучше быть камнем. Стал камнем. Стал камнем. И понял, что он дошел до совершенства. Пока не услышал, как кто-то так тихонечко молоточком его. Тык-тык-тык. Тык-тык-тык. Даже больно как-то. Кто такой? Смотрит. Пришел каменотес. Этот камень. Чик-чик-чик-чик-чик. Да. Начинает потихонечку, так сказать, обрабатывать. Ну, понимаете, в конце концов он стал камнемотеском. И понял, насколько у него была участь. То есть он мог сам камень раздробить. Так каждый из нас должен понять, что все, что то, кто мы, там, где мы находимся, в этом нужно найти много-много плюсов. Надо только правильно уметь на это смотреть. Мы возвращаемся к нашим Шилюасане Иша, Шасане Кирюцуну. Мне кажется, что если мужчина будет таким, как он есть, а женщина, как я, как-то сказано, что я Асане Кирюцуну, то будет меньше проблем. Есть такая ситуация, что женщины предают, как мужчины, да, про брата я даже не хочу говорить уже, и ничего хорошего из этого не получается. Да, есть такое целое движение, там разные феминистки, даже стал такую интересную статью научную, как будто в садике сделали равенство между мальчиками, маленькими девочками. То есть все равны, да, и посмотрим, будут ли девочки играться в кукол, а мальчики машинками. Якобы, якобы девочки начали играться в машинками, а мальчики начали брать кукол. То есть они хотели сказать, что все, то, что девочки любят кукол, это все, это наше влияние на них, влияние взрослых. Это мы так решили. Понятно, что это не так, да. Девочка – это девочка, мальчик – это мальчик. Есть различия, девочка и мальчика. Какое самое важное различие, девочка и мальчика? Много различий. Самое важное, как вы объясняете, что девочка – это женщина, которая принимает. Мужчина – тот, который влияет и дает. И на тему интересная вещь говорит Рабихами Валожан, он говорит так, что Творец хотел создать этот мир. Этот мир, он ниже всех миров. Есть много миров. Наш мир, он самый низкий. Но именно в этом мире он раскрывается. Наш мир о чем раскрывается? Он тут себя проявляет. И там в этом низком мире. Он говорит, похоже на историю с Брахаторской женщиной, что хотя женщина по своей натуре она принимает, как в этом миру мы только принимаем от него, но именно женщина – она та, которая растит еврейский дом. Он делает такой параллель между отношением Ашема к этому миру и между женщиной. Женщина находится как будто под мужчиной, но именно она растет и принимает на себя все, что Ашем хочет повлиять на этот мир. Это так объясняет Рабихами Валожан. Поэтому она говорит, что Асани Кирю Цуно. Такой рацион Ашем. Поэтому не надо обижаться, когда мужчины говорят, что Асани Иша. Мы идем дальше. Малбишарумим. Тут все глаголы, они в настоящее время. Пукеах иврим. Малбишарумим. По поводу пукеах иврим. Это значит пукеах иврим. Делающий зрячими слепых. Скажите, вы видели много слепых, которые прозрели. Много таких встречали. Человек был слепой, и он прозрел. Я с таким незнаком. Написано, мы говорим, специально браха, делающий зрячими слепых. Зачем мы это говорим? Это как бы явно не про нас. Тот, кто тогда про него, он может сказать, но таких людей мало. Слово пукеах, оно связано еще со словом пикеах. А пикеах это как бы умный, такой смекалистый, человек, который понимает, он пикеах, он быстро доходчивый. Пукеах иврим. То есть, может быть, имеется в виду, что мы все, если мы не умеем смотреть на этот мир, мы все как слепые. Если для нас петух это петух, и все, мы не видим, что это не просто петух, а это такая птица, очень особенная, которая яйца дает, и мы ее кушаем, и она еще гукарекает, и она сделала именно для нас, и она кошельная, домашняя, кошельная, и все, все, все. То мы туда начинаем прозревать, и мы видим, мы говорим, браха, да, это называется, пукеах иврим. Пукеах, то как пикеах, да, открывающие глаза. То же, тот в пикеах, мудрец, он как бы, он открывает, да, глаза, и понимает вещи, которые другие не видят. Пукеах иврим. Малбиш арумим, одевающий, арум это человек без одежды, ногой, и малбиш, нам дана была одежда, малбиш арумим, матир асурим, освобождающий узников. Опять-таки, как уже узников вышло из тюрьмы? Тот выходит, например, он говорит, это браху, матир асурим, так это и есть. Но тот в тюрьме не сидел, он тоже это говорит, потому что пока мы спим, да, мы все как будто, как закован, мы не двигаемся, да, вот мы встаем, начинаем двигаться, вот это называется, матир асурим. Матир асурим. Зокеф кфуфим. Зокеф, зокеф, распрямляющий, кафуф это тот, кто согнутый, да, даже может горбатый немножко, так согнутый, а зокеф, это мы распрямляемся. Зокеф, зокеф кфуфим, да, человек он ходит на двух ногах, голова высоко, нет, могут таких созданий, которые ходят на двух ногах, и голова так высоко, мне на ум такого создания не приходит, вообще, который ходит как человек, да, человек это что-то особенное, поэтому мы говорим, зокеф кфуфим, зокеф кфуфим. Дальше, рукеа арец аля майм, расстилающий сушу над водами. Рукеа, трудно объяснить этот глагол, рукеа арец аля майм, мы знаем, что у нас есть тоже ракия, ракия, это наверху, да, это небо, то есть, как бы, вот такое, да, как вот, как вот так, вот ракия, а это рукеа арец аля майм, то есть, земля тоже, она как бы, она поднята над водой, да, вся земля, это как бы, в основном вода, над водой возвышается земля. Рукеа арец аля майм. Опять-таки, мы-то к этому привыкли, нам с этим удивишь, ну, хорошо, есть океан, есть море, есть суша, мы, правда, это даже не думаем, но если мы вдумываемся во все это, во все эти чудеса, то на самом деле, мы захотим благословить. Зокеф кфуфим, рукеа арец аля майм, шассали коль царки, и шассали, который создавший для меня все необходимое мне, коль царки, шассали дал мне коль царки, то, что мне надо, да, не то, что надо кому-то другому, ты мне дал, ты мне дал то, что мне надо, шассали мне коль царки, то, что мне надо, то у меня есть, асали коль царки. Следующий обраха, хидми царь и гавер, направляющий шаги человека, то надо понять, что шаги делаются ногами, да, ихин ми цааде и гавер, направляющий шаги человека, слово махин, готовить, и цаадин. Вообще, нога, в частности, ступня, это очень сложный механизм, биомеханика ступни, она очень-очень сложна, если там есть какая-то болезнь малейшая, то очень трудно это исправить, как весь этот вес, он держится на ступне, трудно это понять, так-то есть, так-то мы созданы, махин ми цааде и гавер, если мы думаем, что мы сами решаем, куда пойти, то мы не вполне правы, потому что сказано, что кто? Ашем, он махин ми цааде и гавер, то есть, он направляет наши шаги, гавер, это в этом случае, это как бы человек, махин ми цааде и гавер, есть такая мемра, сахетхуллин, написано, «Эйна дам нукев этзба милимата, эли им кен михризин алав милимала». Человек не может двинуть даже пальцем, тут милимата внизу, только если наверху, милимала, решили, что так-то будет. Шенемар, переводится посылка, из которой выучится, Ашабраха, Ашем, ми ашеми цааде и гавер, кен, ми ашеми цааде и гавер, то есть, Ашем он решает, куда пойти. Но можно сказать по-другому, что мы решаем, куда пойти, Ашем нам помогает. Да, Ашем нам помогает. Есть еще другой посылка, «Мя ашеми цааде и гавер конану», то есть, это Мишлей. Ашем он махин ма цааде и гавер, но по нашему желанию, как мы хотим, нас так и направляют. Есть такой посылка, тоже Мишлей. Лев Адам, ехашев дарко, лев Адам, лев Адам, ехашев дарко, то есть, мы думаем о нашей дороге, лев Адам, сейчас забудет думать о его дороге, баашем яхин ми цаадав, лев Адам, ехашев дарко, баашем яхин ми цаадав, цаадав, да, то есть, человек подумал, куда пойти, Ахшем, его помогает, его шлагин направляет, кто-то хочет пойти, иногда человек думает, что-то сделать, и как будто он идет в другую сторону, в конце, он приходит к тому, что хотел сделать, даже может быть, более быстро, легким путем, да, человек хочет, да, что-то думает, хошев, баашем озер, ахшем махин ми цаадав, и дальше мы говорим, озер из срель бгвура, озер из срель бгвура, и отер из срель бтифара, то есть, это как бы связано с видами одежды, да, тут написано, перепоясывающий, Израиль, бгвура, силой, венчающий Израиль, то есть, перепоясывающий, это здесь, да, написано, шухана рух, что евреи должны носить тут пояс, гартл, это озер из срель бгвура, да, это уже головной убор, отер из срель бтифара, теперь я вас спрашиваю, что только евреи ходят в шапках, в шляпах, отер из срель бтифара, в чем вина из срель, а что другие не ходят в шляпках, другие не ходят с поясами, в чем дело, дело в том, что тот, кто не из срель, так он одевается, ему, допустим, холодно, да, он холодно, он одел шапку, ему холодно, ему там неудобно работать, ему нужно подпоясывать, он подпоясывается, но это все сделано только для удобства его самого, да, а Исраиль, у евреев это не так, евреев, он одевает шляпу отер из срель бтифара, потому что это его величие, так он чувствует, что он лучше служит Богу, да, отер из срель бтифара, поэтому носит штрамель, штрамель одежда, которая как бы изначально нееврейская, но она подходит нам очень по стилю, да, как такой венец на голове, да, чувствуешь себя с ним как бы более так возвышенно, да, это называется отер из срель бтифара, как корона, да, это тоже одежда, да, мы надеваем пояс, мы разделяем между верхней частью тела, и нижней частью тела, да, верхней частью тела, мы служим от Фрацу, молимся, сердце, голова, нижнюю мы отделяем, и еще один глагол в настоящем времени, снова слово нотэн, как мы уже говорили, нотэн, ано это фрато, тут написано, тут написано, уставшему силу, нотэн, лияев, коях, там у нас было, нотэна Тора, тут у нас нотэн, лияев, коях, дающий усталому силу, аев, аев, как бы уставший, коах, это сила, нотэн, лияев, коях, И последнее, дальше, длинная бараха, я ее только зачитаю. Снума, это как бы такая, написано сон, это больше, как когда человек дремлет, да? Написано, если он читает Магилла Тестер, он должен ее читать. Если он заснул, то вопрос, если ему засчиталось это чтение, там сказано это вот поражение ним вэлло ним, тир вэлло тир, то есть ним это как бы спит, тир это не дремлет, это начеку, не спит. То есть это такое состояние между ними, то есть там написано, если его кто-то позовет, эй, Шмерл, 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 он слышит, он не спит, он слышит. Но если его спросят, а где ты положил вчера ключи или носки? Он не помнит, он как бы он такой, он еще такой не проснулся толком, он еще не понимает, какие носки, какие ключи, что? Если ему скажешь, так ты же положил их туда. А, да, 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 он вспомнил. Вот это такое состояние, такое состояние, оно как бы толком еще не проснулся, да? Это называется тснума, то есть сначала мы когда просыпаемся, написано ма-авир шейна ме-инай у тснума ме-фапай. То есть есть две стадии, да? Сначала как бы просто так пробудился, да? А потом уже полностью снялся сон. И дальше ви-иратсон. Ви-иратсон, это более длинная браха. Мы разберем, завтра шлем, в следующий раз. На этом мы пока остановимся. То есть еще раз, наша цель, наша цель в конечном итоге следить за брахаот, читаем их вместе и пытаемся понять слова, потому что мы видели много раз, что перевод на русский, он не отражает на самом деле всей глубины, поэтому очень желательно говорить это на иврите. Вообще, по-улахе лучше молиться на иврите. Мы просто пытаемся, чтобы это чтение у нас было более быстрым, более легким и с пониманием. Очень надеюсь, что мы сможем сделать как-нибудь такую встречу с помощью вебинара, где вы будете читать, тренироваться читать, и будем обещать еще дополнительные вещи, то, что непонятно из слов. Спасибо за внимание. Как говорят США, брахот и ткаблю, чтобы наши брахоты были приняты, чтобы мы на самом деле говорили брахот с пониманием и с радостью, чтобы там было легче дальше-дальше продвигаться в брахот, в иврите, в изучении. Всего хорошего.